добрый день с вами художественная школа империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать пуму простым карандашом а если вас интересует тема рисования то нашем сайте вы найдете множество других онлайн курсов но мы начинаем рисуем шар далее рисуем шар поменьше или кружочек да то есть кружок побольше кружок поменьше после этого мы рисуем дугообразную линию и соединяем голову с маленьким кружочком мордочки далее в этом кружочке в маленьком сверху мы прорисовываем носик формируя морду нашей пумы после чего мы рисуем две щечки правая побольше левая более маленькая так как уходит в перспективу остальную часть кружка снизу мы также прорисовываем в подбородок нашей пумы после чего мы формируем уже голову и начинаем рисовать ушки с правой стороны ушка и с левой стороны ушка немножко завернутая она будет более меньше чем с правой после этого мы рисуем надбровную дугу и в ней уже рисуем глаз сразу параллельно нашей осевой линии мы прорисовываем две линии которые у нас прорисовывают и формируют нос после этого с левой стороны мы рисуем один глаз с правой стороны рисуем другой второй глаз вот таким образом получаем два глаза у нашей пумы пума у нас будет не полностью просто и ее морда немножко срисовываем шею и в принципе готова убираем линии построения осевые все линии те то что будет нам мешать и начинаем штриховать штриховать мы будем ее по форме роста шерсти то есть не хаотичном порядке а именно так как растет у нас шерстью пумы сначала заштриховывая ушко оставляя в нем небольшой свет дальше внутреннюю часть ушка проштриховывая и постепенно начинаю спускаться вниз проштриховываю голову обратите внимание на направление штриховки то есть мы штрихуем по форме на самом деле шерсть у животных как раз таки располагается именно по форме то есть она подчеркивает форму нашего предмета нашего объекта нашего животного ну и в этой штриховки мы сразу понемножечку добавляем тон то есть чуть-чуть усиливаем тон заштриховываем глазки делаем их потемнее и распределяем свет и небольшую тень также более детально прорабатываем нос пумы рисуем ноздри и наша пума сразу преображается становится более такой реалистичный носик заштриховываем он у нас достаточно темный также заштриховываем полосочку по центру нашего носика щеку слева чуть делаем более такую знаете волнообразную показать выемки которые вставляются усы но немножко расштриховываем обводочки как вы знаете если вы уже не новичок то хороший рисунок качественный это тот в котором обводок нет поэтому мы стараемся от них избавиться заштриховываем нос продолжаем штриховать всю пуму всю голову пумы так как она у нас достаточно темная поэтому нам необходимо ее полностью пройти но не абы как разные стороны а стараемся в сохранять форму и направление шерсти нашей пумы вот посмотрите здесь я начинаю уже закручивать направление штриха вот таким образом вот таким образом то есть дугообразно мы все это про штриховая не нужно спешить рисунок это всегда длительный момент поэтому здесь нам необходимо наложить несколько слоев штриховки и торопиться никуда не нужно то есть процесс длительный нужно наслаждаться именно процессом но потом конечно же результатом также заштриховываю шею пумы то есть также по форме обратите внимание по какой форме мы с вами про штриховываем штрихи должны быть академические то есть без петелек это отдельная линия знаете как удар или такой штрих 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 то есть один к одному можно конечно кое-где допускать петельки но старайтесь все-таки от них уходить то есть и накладывать именно академический отрывистый штрих продолжаем заштриховывать мордочка линии растушевываем немножко добавляем тень на усики ну и постепенно набираем тон нашей пумы чуть-чуть добавляя тени немного дорабатываем шею чтобы было понимание что там у нас идет продолжение пумы про штриховываем ушки немножко потемнее глазки такой общем то общий тон у нас набран теперь самое время детализации прорисовки начинаем затемнять необходимые места сначала начинаем затемнять ушки далее затемняем надбровные дуги прорисовываем хорошо глазки верхняя часть глаза у нас как правило темная далее рисуем зрачок оставляем обязательно на нем небольшой блик рисуем уголки глаза и обводим глаз то есть обводочка должна быть на глазе немного добавляем толщину века заштриховываем более темно левую сторону и сразу посмотрите как преображается наша пума теперь более детально прорисовываем нос добавляем окантовку более темную но опять же обратите внимание что это не линия а небольшой тон то есть я чуть-чуть расштриховываю эту линию в тон чтобы у нас была не водочка именно тон переходящий в тон немножко заштриховывали слева усы и прорабатываем морду пумы низ делаю небольшими такими штрихами подчеркиваю ус который к нам ближе всего тень подносиком тень на носу которая разделяет нос немножко пополам выемки небольшие на переносице делаем выемку на лбу ну и переходим на правый глаз здесь также как слева мы начинаем более детально работать сначала делаем межбровную такую складочку слева от глаза после чего переходим на сам глаз обязательно заточите карандаш перед этим этапом чтобы он у вас был очень остренький посмотрите какой остренький у меня таким карандашом гораздо проще работать и приятнее конечно же так как глаз это у нас кружочек или шар мы тоже штрихом его по форме шара рисуем зрачок и оставляем в зрачке обязательно на блик подчеркиваем глаз справа и слева и сверху и снизу правый глаз мы весь подчеркиваем расштриховываем темную линию на на усах на мордочке добавляем такие выемки с левой стороны это как дугообразные линии а здесь это как штриховка таким образом все это проходим прекрасно и дорабатываем детальки не так уж много осталось подчеркиваем голову и переходим на правое ухо это ухо к нам поближе поэтому оно должно быть прорисовано лучше чем левое ухо аккуратно все это доделываем проштриховываем и добавляем детальки даже сейчас уже наша пума смотрится достойно чуть-чуть добавляем тон на глазах на шее на мордочке на носу добавляю штриховки по форме дорисовываю усы брови обязательно острым карандашом ну и можно сказать что наша пума готова если вы рисуете данный рисунок обязательно присылайте ко мне его в инстаграм империя picture онлайн с удовольствием поделюсь вашим рисунком с нашими подписчиками и посмотрю сама подписываем нашу работу и готова не забудьте поставить лайк подписывайтесь на наш канал и в общем все сами все знаете я прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч